И возницы, и пассажиры в нетерпении. Елена впервые сидит в собачьей упряжке и сердце уходит в пятки. Ну так сердце чуть бьёт, ну ничего, это нормально. Но стоит рвануть с места и страха, как не бывало, круг по парку с ветерком на хасках. Катают по двое и к упряжкам очередь. Собаки словно понимают, какой хрупкий груз везут. Поворачивают в нужный поворот, сбавляют сами скорость на повороте и в горочку помогают или с горочки. Преданность у них в крови. Хаски и чукотские ездовые – породы, у которых нет геноагрессии. Они почти не способны укусить человека, тем более ребёнка. Их нынешние пассажиры почти как дети – воспитанники школ для слабослышащих и интернатов для людей с задержками в развитии. Она прямо на меня прыгнула выше головы моей. Я сама маленькая, она выше моей головы. Эти эмоции – часть программы реабилитации. Для московских особых детей лечат хаски из Карелии. Там есть лагерь, где уже 10 лет работают с учениками столичных коррекционных школ. Но туда ребята ездят летом. А это новогодний сюрприз – ответный визит. Азы туризма – профессиональные инструкторы учат, как надевать поводок. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Я-то не бойся. Проха? Вот. Но кажется, каждому из детей хочется собаку просто обнять, почувствовать любовь, незамешанную на сочувствии, и найти общий, пусть и особый, язык. На языке жестов это значит «я люблю эту собаку». Карина не слышит и почти не говорит, но кажется, что пёс её понимает. Есть научное название – канистерапия. И научные доказательства, почему особым детям полезно общаться с собаками. Это социализирует, снимает стресс, но иногда достаточно просто на них посмотреть. Слабослышащий ребёнок, он думает, что его не слышат, он начинает с ней пытаться разговаривать, надеясь, что собака его услышит. Но всё-таки самое приятное ощущение. Они приезжают, они пытаются найти свою собаку, и когда они находят ту собаку, с которой они год назад общались, собака их узнаёт. Да, вот такие вот мы красивые. Лена и Загри были неразлучны в лагере в Карелии. В Москве пёс сразу узнал свою любимицу-хозяйку и не отходит от неё ни на шаг. Пушистый, большой. Светочек прикольный, очень большой. Вообще, мне такие собаки нравятся очень. Они снова встретятся, только через полгода. Но главный урок любви и верности уже усвоен.